Вторник, 12 мая на дворе И это программа «Наше утро», которая работает под девизом «Будем жить» И это значит, что мы вот так немножко поменяли свой формат Пока что выходим с 8 до 9 утра Далее поймем, как будем делать это после окончания вот этого особенного режима Я, Павел Михайлов, работаю здесь, в студии Ну, а со мной на связь выходит гость в студии И, конечно, со мной на связи всегда Анна Шамбадал, которая помогает вести эту программу Аня, доброе утро! Доброе утро всем, дорогие наши южноуральцы! Вы знаете, многие люди пишут в личные письма и просят, чтобы каким-то образом им подмигнули Итак, все, кто пишет, вам правым глазиком подмигиваю А все, кто проснулся вместе с нами, левым глазиком подмигиваю Прошлая неделя завершила нас большим праздником, который мы провели все вместе За что спасибо нашим телезрителям И сегодня мы обязательно обсудим, как Челябинская область отметила День Победы А сейчас нас ждут новые открытия И, например, сегодня в эфире мы поговорим о том, готова ли область к росту числа заболевших коронавирусом после майских праздников И как в регионе будут контролировать цены на медицинские маски в связи с обязательным масочным режимом, который сегодня начинается Также из новой рубрики «Кем быть» узнаем о профессии менеджер по подбору персонала Какие обязанности у него, а также какую зарплату он может получать, узнаем совсем скоро И наверняка нужно обратиться к нашей группе во Вконтакте Друзья, вы имеете полное право зайти туда и проголосовать Ведь у нас новое голосование Готовы ли вы отправиться в путешествие сразу, как возобновят авиасообщение? Здесь уже есть у нас варианты ответов Итак, лидирует пока что позиция 38% и раньше за границу никогда не летал Далее следует 30% поехал бы, но денег нет 20% сразу полечу за границу, как только выпустят 5% теперь буду отдыхать только на курортах России И имеются варианты ответов, но мы ждем дальше еще варианты ответов И будем их зачитывать, наверное, в течение программы Ну, либо в конце подведем итог общий Ну, у нас будет гость, мы сегодня будем говорить с представителями туриндустрии Как они живут и на что вообще надеяться в самое ближайшее время Вот заодно во время этого общения мы эти, видимо, результаты и огласим Ну, а в Челябинске, в Челябинской области начала меняться погода Сегодня ночью в Челябинске прошел небольшой дождь Правда, все сейчас уже высохло Давайте узнаем, что же нас ждет сегодня в отношении погоды Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Ну, а наша программа продолжается уже традиционной информацией Сейчас немножко статистики Поговорим о том, как развивается коронавирус на территории России и Челябинской области Ань, давай взглянем на цифры Да, давайте посмотрим на динамику роста заболеваемости по России У нас цифры следующие За сутки на 11 мая подтверждено более 11,5 тысяч случаев заболевания COVID-19 В итоге общее число заболевших составило 221 344 человека Из них почти 40 тысяч человек уже выздоровели Несмотря на это, Россия на данный момент находится на третьем месте по количеству заболевших в мире Вот такая вот ситуация А если смотреть по Челябинской области, то на утро 11 мая, по данным Минздрава 1 232 подтвержденных в случае заболевания коронавирусом То есть за сутки на 11 мая количество заболевших увеличилось на 94 человека Но я хочу также сказать, что это количество увеличилось, потому что и количество тестов у нас увеличилось То есть и на более раннем уровне теперь мы уже можем выявить COVID-19 И начать его лечить на самых ранних стадиях Кроме того, еще за прошедшие выходные умерло 2 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 И 301 из подтвержденных пациентов выздоровели и были выписаны из больницы Ну вообще по поводу COVID-19 еще очень много Можно рассуждать на тему, почему все-таки стало его больше От того ли, что тестов столько, либо по другим причинам Вообще во всем этом еще разбираться и разбираться много лет Но и хочется напомнить, что с сегодняшнего дня в Челябинской области вводится обязательный масочный режим И нужно носить маски во всех местах скопления людей В общественном транспорте, в магазинах И если вдруг вас кто-то увидел, но я имею ввиду сотрудников правоохранительных органов В принципе вас могут оштрафовать, поэтому масочный режим мы соблюдаем в обязательном порядке с сегодняшнего дня Берегите себя и своих окружающих Прямо сейчас посмотрим на Яндекс.Карты и на уровень самоизоляции в Челябинске Я напомню, что самая лучшая цифра это цифра 5, когда в общем-то все сидят дома Но рекорды Челябинская область ставит регулярно в обратном направлении Потому что 1,2-1,4 мы уже достигали Аня Да, такой картины мы уже давно не видели, конечно, чтобы было 5 у нас 3,3 на данный момент сейчас вот именно такой цифре равен индекс самоизоляции Друзья, нужно, конечно, несмотря ни на что оставаться дома по возможности Видим, что огромное количество машин вот уже направились куда-то Кто-то на работу, ну, кто-то не буду даже загадывать в каком направлении Также, как мы уже сказали, действительно, индекс самоизоляции иногда показывают рекордные показатели Например, вчера на 14.00 в городах-миллионниках были показатели не очень хорошие И также Челябинская область вошла снова в худший рейтинг Где с нами наряду Новосибирск и Красноярск Так что, друзья, давайте будем все-таки идти в другую сторону Но я хочу напомнить о том, что за нарушение режима самоизоляции вы также можете получить штраф Ведь он у нас продлен до 31 мая Кроме того, на въездах в Челябинск продолжают работать сотрудники ГИБДД Они проверяют у водителей и пассажиров документы для того, чтобы выявить тех Кто нарушает предписание Роспотребнадзора о необходимом 14-дневном карантине И с 10 мая полицейские не пускают в город автолюбителей, у которых нет челябинской прописки Поэтому, друзья, если вдруг вы собрались в нашу область И если у вас нет прописки, то знайте, что вас ждет Ну, а уже завтра состоится брифинг губернатора Челябинской области Алексея Текслера Он продолжит рассказывать о том, какие принимаются решения И как у нас будет дальше жизнь складываться в связи со всеми заявлениями Которые были сделаны вчера Вчера, я напомню, и глава государства выступил, и Алексей Леонидович тоже Мы об этом чуть позже более подробно расскажем Ну, а прямо сейчас наша рубрика новая, которая создана для того, чтобы пропагандировать соблюдение всех введенных мер Рубрика называется «Я бы наказал» и о тех, кто нарушает режим самоизоляции Салюты в честь Дня Победы отменили в этом году во многих городах России Только в Москве готовили гигантских масштабов фейерверк Юбилейная дата обязывала Информацию о месте запуска тщательно скрывали, чтобы люди туда не пришли Жители просили остаться дома и смотреть салют по телевизору Но как же пропустить шоу из 10 тысяч залпов? В День Победы москвичам коронавирус не страшен Перенесемся ненадолго в Австралию Здесь местное население устроило настоящий протест против карантина и установки станции 5G Кто-то нашептал австралийцам, что эти станции распространяют коронавирус Кстати, и в России уже есть приверженцы этой теории заговора Ну а жителям Австралии собираться вместе не так страшно У них чуть меньше 7 тысяч заболевших и уже 6 тысяч выздоровевших Хотя осторожность никому не помешает Возвращаемся в Россию В Пермском крае дети залезают на вышку, чтобы отправить домашнее задание учителям В деревне Новопетровка интернет очень слабый, а периодически его и вовсе нет Вот и приходится школьникам идти на риск Причем не только на риск заразиться коронавирусом, но и вообще рисковать собственной жизнью Интересно, что после публикации этого материала Министерство образования края заявило, что со связью в деревне все в порядке И за эти случаи с альпинизмом нужно наказать детей, родителей и учителя А нам кажется, что в подобных ситуациях виноваты другие И в конце выпуска в зоне внимания Челябинск Так выглядели практически все въезды в столицу Южного Урала в эти выходные Вереницы машин, автомобилисты стоят в очереди и ждут, пока их документы тщательно проверят инспекторы ГАИ Мы сами нарушаем режим изоляции, считая, что свои дела важнее статистики, правил и здоровье А потом оказывается, что это полицейские виноваты Ожидать уменьшения трафика сейчас, ну, наверное, будет глупо Потому что сегодня завершился официальный период нерабочих дней в России Вчера с заявлением выступил президент Путин И об этом сказал В общем-то, начинается период временного выхода из ограничительных мер Точнее говоря, период выхода из вот этого временного режима Но каждый регион принимает свои решения И вот сейчас более подробно о том, какие решения были приняты у нас Нашим губернатором, который сразу после того, как президент выступил в эфире Вышел тоже в инстаграм и в прямом эфире озвучил свои решения Рассмотрев всю ситуацию в динамике У нас есть видео, давайте посмотрим Сегодня штаб принял решение в целях защиты здоровья наших граждан Продлить режим повышенной готовности до 31 мая Ограничения, которые действуют сегодня в нашем регионе, они сохранятся Но уже в конце этой недели мы рассмотрим возможность смягчения режима Ну а теперь давайте поговорим 31 мая у нас продолжается режим вот этот вот ограничений Ну а по поводу выступления президента, Аня, давай более подробно расскажи Да, про той сложившейся ситуации, в которой оказались и все граждане И экономически сложная, конечно же, ситуация Итак, с 15 апреля по 15 июля будет установлена специальная федеральная доплата для социальных работников Работники соцучреждений, в том числе младший персонал, получат доплату на 3 месяца Она составит до 60 тысяч рублей Все массовые мероприятия по-прежнему находятся под большим запретом Зарплата на предприятиях, которые в данный момент приостановили свою деятельность, должна быть сохранена Также нуждающиеся семьи, где доход меньше прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей в июне Получат их за период с начала года Семьям с детьми от 3 до 15 лет разово выплатят 10 тысяч рублей Как заявил Путин, можно уже сегодня обращаться с такими заявлениями Пособие на содержание ребенка будет повышено в два раза, до 6700 рублей Компании, которые сохранили не менее 90% штата от уровня апреля Получат прямую субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май Также Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы Для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии Самозанятым гражданам вернут налог на доход за 2019 год И до 15 мая все медработники должны получить апрельские выплаты И уже известно, что некоторые заявки можно подавать на сайте госуслуг Но, кажется, там что-то случилось, да, Паш? Да, мне то, что что-то случилось Сразу после выступления президента госуслуги стали практически недоступны Потому что вся страна ринулась оформлять вот эти необходимые документы для выплат Я не знаю, как сегодня там дело обстоит Еще не заходил, надо проверить Но я думаю, что в ближайшее время там будет очень плотная работа И, наверное, нам нужно будет ждать каких-то перебоев в работе госуслуг Надеюсь, что очень быстро и оперативно все вопросы эти будут решены Ну что ж, продолжим эфир И прямо сейчас наша рубрика о тех людях, которые на самоизоляции не тратят время даром Оставят свои собственные личные рекорды В прошлых выпусках в рубрике «Смотри, что могу» мы уже показывали, как люди играют в теннис с помощью подручных средств, разделочных досок Авторы этого видео в плане креатива пошли еще дальше Вместо теннисных мячиков они используют конфеты Ментос, которые в случае удачи попадают в бутылки Кока-Колы Эффект получается просто взрывной Поэтому проигрывать в такой необычной игре не только не обидно, но и очень вкусно Кто сказал, что просмотр телевизора – пассивное занятие? К любому процессу можно подойти творчески Например, как этот парень, который действие на экране превращает в веселый прикол То он дразнит кота из мультфильма «Том и Джерри», то хвастается защитной маской перед богом обмана Локи Дерется сам с собой Вот это мы понимаем – дополненная реальность Тук-тук, кто там? На этот раз совсем не почтальон Печкин А молодая пара, которая развлекается на самоизоляции тем, что разыгрывает друг друга Сначала мужчина стучит в окна своей любимой и убегает Потом она платит ему тем же Вот только в обоих случаях ушат воды достается представителю сильного пола Ему и волосы сушить недолго, и макияж не нужно поправлять А эта парочка тоже на выдумке гораздо Парень решил склеить девушку А точнее приклеить ее скотчем к двери Сколько времени и метров клейка ленты ушло на это дело, можно только догадываться Остается без ответа и вопроса, чем им это было нужно Видимо, эти молодые люди очень хотели стать героями нашей рубрики «Смотри, что могу» Неиссякаемая фантазия у людей Ну а мы продолжаем И вот в январе этого года публичная библиотека Челябинска запустила народный волонтерский проект памяти «Полевая почта Южный Урал» Это письма с фронта с 1941 по 1945 год Из писем фронтовиков, жителей Челябинской области Она составлена на платформе «Литрес», сам издат И уже 12 бесплатных электронных книг памяти там издано Об этом мы сейчас поговорим с нашей первой гостьей Натальей Соловьевой, заместителем директора публичной библиотеки Доброе утро! Доброе утро! Скажите, пожалуйста, ну вот сколько вообще всего материалов поступило в публичную библиотеку? Вы правильно сказали, что с января месяца мы начали свою работу И 108 дней продолжалась работа над проектом И за это время из 20 территорий Челябинской области мы получили 518 писем Писем открыток фронтовых Все они вошли в книгу Кроме того, у нас появилась такая возможность опубликовать еще 2 фронтовых дневника И целый блок отдельный письма о любви Ну это много или это мало? Вот как вы оцениваете? Когда мы начинали проект, мы думали, что максимум 200 писем поступит в наш проект Но потом мы увидели активность челябинцев и жителей области И, в общем-то, до последнего не могли даже посчитать то количество писем огромное, которое поступало к нам Вообще уникальный проект получился, потому что это действительно народный волонтерский проект Потому что без помощи волонтеров мы никак бы не обошлись Многие письма поступали в крайне плачевном состоянии И их приходилось просто буквально как шифровальщиком расшифровывать, используя даже какие-то программки компьютерные Это была очень сложная работа Ну то есть я правильно понимаю, что вам поступали уже сканы этих писем или оригиналы вам присылали? Нет, в Челябинске сканировали мы документы А наши коллеги-библиотекари области сканировали у себя и присылали нам сканы на почту проекта И вот далее включались уже волонтеры, которые создавали текстовые документы для того, чтобы в книгу попали не только сканы, но и можно было эти сканы прочесть Ну а о чем больше всего писали в этих письмах солдаты сюда, в Челябинской области? Ну вы знаете, вообще это удивительно, конечно, чтение писем фронтовых Потому что о чем думает человек на фронте, находясь в окопе, в госпитале, по пути на фронт И в основном это письма о любви, о любви к семье Очень заботились о родственниках, интересовались буквально каждому человеку, передавали по привету Всем-всем это была прям традиция военных фронтовых писем Потому что главное, чтобы про тебя помнят, главное, чтобы знали, что ты живой Ну и, конечно, интересовались, чем же живут дома родственники, знакомые, друзья, соседи В общем, одним словом я бы сказала, это письма о любви О любви к родине очень много патриотизма Очень много такого желания уже скорее пойти и закончить это правое дело, победить фашистов То есть письма в основном были об этом Давайте еще напомним, где можно зайти и посмотреть этот проект, увидеть и почитать эти письма Письма, книги уже доступны в библиотеке Литрес Чтобы прочесть их бесплатно, нужно зарегистрироваться на портале публичной библиотеки И стать читателем библиотеки Литрес И в поисковой строке набрать полевая почта Южный Урал И, в общем-то, 12 частей, которые расположены в хронологическом порядке Доступны уже сейчас для чтения Проект действительно уникальный И вот 9 мая стартовал новый проект, уже всероссийский, который называется Библиотека Победы И наш проект вошел в этот уже федеральный проект Министерства культуры Спасибо вам большое за то, что рассказали об этом проекте Спасибо за эту работу Я думаю, что наши зрители с удовольствием зайдут и почитают эти письма Я напомню, на связи со студией была Наталья Соловьева, заместитель директора публичной библиотеки Доброго вам дня! Ну, а мы прервемся на небольшую паузу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Ну что ж, мы продолжаем работать в прямом эфире И сейчас поговорим про прошедший праздник, 9 мая Я думаю, что этот день будут вспоминать долго еще, потому что это, в принципе, был первый праздник, который отмечался онлайн во всей стране Ну и можно сказать, что во всем мире И вот, Анна, я знаю, ты располагаешься интересными видеокадрами, которые тебе удалось где-то добыть, расскажи, что это? На самом деле, на просторах интернета много что можно найти Это видео, вот как они пролетали, да, именно такие кадры мы, конечно, хотели бы и получить, но не все возможно сделать наша камера, тем более, что выгодную точку мы нашли, но тем не менее, вот здесь вблизи намного лучше видны их виртуозные полеты Ну да, это уникальные видео, которые сняли сами пилоты из своих кабин И они, конечно, пролетали не только на Челябинском, но вначале они прилетели в Екатеринбург, затем только уже оказались у нас Мы изначально готовились встречать пилотов на одной точке, и информация изначально была одна, но потом выяснилось, что по каким-то причинам были смещены маршруты полета самолетов Поэтому мы смогли так как-то на удалении показать, но тем не менее, мы в прямом эфире показали, как у нас самолеты военные над городом пролетали А вообще это получился очень неплохой телемарафон, в принципе, для телеканала ОТВ У нас было очень много историй проведения этого праздника, информации о том, как в Челябинской области его празднуют С нами на связь выходили главы территорий, люди с разных районов Челябинской области присылали свои творческие номера Ну а завершилось все салютом, и по телевизионным рейтингам выяснилось, что мы, Челябинск, я имею ввиду, пятый, на пятом месте по телесмотрению именно салюта То есть во всей стране, настолько он у нас популярный, видимо, настолько все челябинцы и жители региона привыкли к тому, что ОТВ всегда в прямом эфире, все праздничные события показывает Да, помимо этого, все-таки были какие-то традиционные вещи, которые мы смогли воплотить в онлайн-формате Например, традиционное шествие, в нашей ситуации мы поступили следующим образом Люди выходили на балкон с портретами людей, которые воевали в Великую Отечественную войну, а также мы вместе областью пели военные песни У нас, кстати, есть тоже небольшое видео, давайте его посмотрим Это, я так понимаю, поздравления ветеранов У нас есть видео немножко другое Да, это у нас, как губернатор Челябинской области, отправился поздравить своих ветеранов Наших ветеранов, прошу прощения, и соблюдая всю дистанцию вместе с актерами Он приехал во дворы, вот, мы видим, что были выступления Ветеранов поздравляли, очень хорошие слова сказал губернатор лично тем ветеранам, с которыми ему удалось встретиться В общем, это было незабываемое, незабываемое событие Ну, а прямо сейчас я предлагаю перейти к следующей рубрике Все хвосты дома, а тех, кто живет рядом с нами Владельцам Коши хорошо известна привычка своих питомцев проверять на прочность различные предметы И этот хвостатый не исключение Последовательно и методично Кот двигает тарелку к краю стола, с интересом наблюдая за процессом То ли хочет убедиться в силе гравитации, то ли просто привлекает внимание хозяйки В любом случае, ему это удается Этот усатый тоже любит повредничать Во время семейной фотосессии демонстративно отворачивается от камеры Но ненадолго Один из песиков в буквальном смысле слова ставит вредину на место И для надежности кладет на него сверху лапу Теперь красивый снимок точно получится Остается только дружно сказать сыр А этот пес самый настоящий хатик А только ждет не возвращение хозяина с работы А когда приготовится печенье в духовке Хвостатый так пристально смотрит на стекло в ожидании лакомства Что кажется, даже время для него остановилось И пса можно понять Ведь когда вкусняшки на подходе, каждая секунда на счету К купальному сезону нужно готовиться заранее Подумала хозяйка этой кошечки И решила связать для нее купальник Необычный предмет гардероба для четвероногой красавицы Девушка смастерила крючком И нужно отметить, получилось очень здорово Купальник подошел по размеру Отлично сел по фигуре И выгодно подчеркнул цвет глаз своей обладательницы Мы продолжаем эфир И я хочу напомнить, что сегодняшнего дня в Челябинской области действует масочный режим И соблюдать его необходимо всем ежноуральцам Если вы находитесь в общественном транспорте Если вы находитесь в общественном месте в магазине Вы обязаны носить маску И в общем-то это правило действует для всех Ну то есть, проще говоря, выходя из дома Вы должны быть обязательно в маске Также в преддверии этого режима По решению правительства региона В четырех крупнейших городах области Была организована бесплатная раздача медицинских масок Волонтерами вообще планируется раздать Около 100 тысяч масок Где их раздают, если вдруг вы задаетесь этим вопросом То, конечно же, в наиболее посещаемых местах Это остановки общественного транспорта И крупные продуктовые магазины Ну и также, я думаю, стоит напомнить Что обычную медицинскую маску нужно носить не более двух часов И каждые два часа, то есть ее нужно менять А если вы носите многоразовые маски То их нужно ежедневно стирать и обязательно отутюживать Именно когда вы гладите, проглаживаете маски Тогда вы убиваете все микробы Ну что ж, мы еще будем говорить об этом И сегодня обязательно поговорим об этом с нашей гостьей Ириной Гехт Она появится в эфире, расскажет о том Как будут контролировать цены на маски И как вообще будут контролировать население Челябинской области Будут ли какие-то снисхождения к тем, кто не соблюдает режим Все это мы обсудим в ближайшее время Ну а прямо сейчас мы немножко взбодримся Потому что на экранах появится наш любимый герой Товарищ Медалев, который рассказывает о спортивных новостях в нашем эфире Всем физкульт-салют, меня зовут Сан Саныч Медалев Ловите спортивные новости Актер Никита Джигурда вызвал на бой бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Джигурда предложил Александру ответить за оскорбление в его адрес И провести бой по правилам бокса А поединок будет проходить примерно вот так 90-летняя жительница японского города Тиба Хамака Мори попала в книгу рекордов Гиннесса Как самый возрастной игрок в компьютерные игры На ютуб канале у Мори более 180 тысяч подписчиков Там она выкладывает видео со своих игр Видимо эта бабушка не говорила внукам Не играй долго, а ты кинескоп посадишь Бывший футболист сборной России, а ныне тренер московского торпеда Сергей Игнашевич показал, как он жарит шашлык При жарке специалист раскладывал мясо таким образом, что получались различные схемы расположения футболистов на поле Хорошо еще, что Игнашевич по такому принципу не нанизывал мясо на шампур Украинская модель Мила Кузнецова решила податься в спорт Обладательница груди 13 размера решила заняться профессиональным боксом На это ее вдохновил поход в музей братьев Кличко По словам девушки, она начнет заниматься сразу после пандемии коронавируса с тренером И уже через пару месяцев будет готова выйти на ринг Пусть бросает вызов Александру Емельяненко Сейчас это модно Ну или Аня Семенович Это были спортивные новости от Медалева Пока Ну что ж, я хочу напомнить всем, что мы проводим голосование сейчас Это голосование проводится во Вконтакте В нашей группе, которая называется Наше утро И вопрос звучит следующим образом Готовы ли вы отправиться в путешествие сразу, как возобновят авиасообщения И варианты ответов Сразу полечу за границу, как только выпустят Поехал бы, но денег нет Теперь буду отдыхать только на курортах России Раньше за границу никогда не летал Свой вариант можно оставить в комментариях И в комментариях, в принципе, у нас уже там тоже есть разные тексты на эту тему Сейчас буквально попробую вам их озвучить Да, вот что пишут наши коллеги Очень хочется на море Планировали в этом году отпуск Но пока решили с этим повременить Здоровье важнее, чем путешествие Еще успеем Скорее бы люди осознали всю важность самоизоляции Пишет Юлия Наталья пишет Готова полететь, но не сразу Хотелось бы быть уверенными, что здоровыми вернемся Вот Ну и Константин пишет Если честно, да, из этого дурдома под названием Угу Хочется улететь Но не очень Так скажем Политкорректное высказывание у Константина Ну я думаю, что в принципе мы с этим в общем-то разберемся Подведем итоги ближе к концу эфира Ну а прямо сейчас поговорим с вами о тех книгах, которые мы рекомендуем вам к скорому прочтению Многие люди в этот период вынуждены работать удаленно Бытовые дела, домашние задания ребенка Как все успеть и не сойти с ума В сегодняшнем выпуске полезные книги, которые научат некоторым хитростям Первая новинка от Франческо Черила Метод помидора Управление временем, вдохновлением и концентрацией Название книги и сам метод автор придумал еще будучи студентом Он провел эксперимент Поделил работу над заданием на одинаковые короткие временные отрезки Для самоконтроля взял кухонный таймер в виде помидора Который заводил на 10 минут Черила заметил, что так ему стало легче концентрироваться на задаче Ведь он знал, что через 10 минут сможет отдохнуть Франческо создал основу техники тайм-менеджмента помидора После прочтения этой книги вы научитесь успевать делать больше за меньшее время А также сможете грамотно распределять задачи на весь день Следующее издание пригодится не только домохозяйкам Но и всем, кто контролирует свое питание Айк Гевар Кян, специалист по качеству безопасности пищевых продуктов Эксперт контрольной закупки и других программ Написал книгу «Осторожная еда» Как перестать попадаться на уловки производителей И научиться покупать полезную еду Автор приглашает читателя на прогулку в виртуальный магазин И дает советы по выбору продуктов Способам хранения и обработки В книге вы узнаете, как по современным российским нормам Должны маркироваться продукты А в качестве бонуса получите наглядную таблицу С реальными сроками хранения продуктов Которую можно прикрепить на холодильник Используйте время, проведенное в режиме самоизоляции С пользой И пускай эти книги вам в этом помогут Ну а мы продолжаем И вот сейчас обсуждают в социальных сетях Историю выздоровления 73-летнего Жителя из Верхнего Уфалея По словам мужчины, COVID-19 выявили у него И у его супруги и сына Которые продолжают свое лечение в больнице Виктор Колосов говорит, что не знает, как они умудрились подхватить вирус Потому что, по идее, они никуда не выезжали И не контактировали с теми людьми, которые могли бы их заразить В общем-то, по крайней мере, им так кажется В итоге, всю семью доставили на лечение В Челябинск, городскую больницу номер 8 И мужчине, несмотря на его возраст, повезло Болезнь протекала в легкой форме А уже через два дня после госпитализации Виктор почувствовал себя нормально Его выписали А вот жена и сын пока что продолжают лечиться У них появились осложнения Ну, в общем, вот какая-то вот такая вот интересная история Ну и, в общем-то, многое нам предстоит узнать об этом вирусе И о том, как он распространяется Как он появляется вообще в человеческом организме Сейчас мы сделаем небольшую паузу Затем вернемся в эфир Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Программа «Наше утро» Работаем в прямом эфире И возвращаемся к теме вируса Напомню, что с 10 по 11 мая в Челябинской области было зарегистрировано Еще 94 подтвержденных случаев заболевания И подробно о том, как обстоят дела с инфекцией, ее распространением и борьбой с этим распространением Мы поговорим с нашим утренним гостем Гостей, точнее говоря, первым заместителем губернатора Челябинской области Ирины Альфредовны Гехт Доброе утро, Ирина Альфредовна! Пока! Вот скажите, так вот у нас майские праздники бурно прошли Мы видели, что, в общем-то, не очень люди соблюдали режим самоизоляции Готова ли Челябинская область к тому, что, ну, может быть, получиться всплеск? Мы получили этот цвет первомайских праздников Мы получили его позавчера в виде 87 заболевших Потом 91 и 94 вчера То есть это максимальные показатели, которые мы имели за последнее время И это как раз результат несоблюдения режима самоизоляции Который был в период праздников с 1 по 5 мая Теоретически мы ожидаем еще всплеск как раз через неделю после праздников 9 мая И это прогнозируемо Поэтому, конечно, все мы хотим выйти на режим послабления каких-то ограничений Но ведем себя таким образом, что это приводит к вспышке заболеваний И если раньше мы говорили, что это контактные и приезжие, допустим, из Москвы Из Санкт-Петербурга, других регионов России То сегодня это ОРВИ, это пневмонии То есть более 170 человек, это ОРВИ, давшие положительный тест Это почти 300 пневмоний, которые тоже дали положительный тест И это почти 700 человек, болезнь которых протекала бессимптомно То есть у нас процентов 40 заболевших — это бессимптомные больные И это тоже риски заражения и прежде всего в общественных местах Для тех людей, кто находится рядом Почему мы стали говорить о необходимости введения масочного режима Сначала рекомендательно и с сегодняшнего дня в обязательной форме Потому что и мировая практика, и наша действительность показывает Что бессимптомных больных их становится больше И чтобы защитить себя прежде всего в транспорте, в общественных местах Необходимо ношение маски Ну вот как раз по поводу масок Уже были сделаны заявления И сказано уже много по поводу появления в Челябинской области отдельного производства Которое занимается выпуском этих масок Вообще вот сегодня какая ситуация Хватит ли на всех вот этих одноразовых медицинских масок? Ну кроме одноразовых медицинских масок Есть еще многоразовые маски Производство которых тоже в регионе налажено Это и фабрика Силуэт Это и Кыштымская трикотажная фабрика Которая сегодня кстати передала в дар Кыштыму Тоже практически тысячу масок Которые сегодня будут бесплатно розданы жителям Ну и одноразовые медицинские маски Конечно сегодня и наше производство И мощности областного аптечного склада Они не могут покрыть всю потребность региона Но тем не менее сегодня маски Я сама прошлась выходные Они есть практически во всех аптеках Вопрос цены И сегодня на самом деле для нас очень важно Вот та цена, о которой мы говорили В районе 15 рублей То есть сегодня она теми мощностями И производства И в принципе усилиями Областного аптечного склада Она будет поддерживаться И обеспечиваться в нашей сети аптек Что касается других аптек То это на самом деле рынок И уже в частности несколько производителей У которых мы покупали маски Снизили цену То есть это то, чего мы тоже добивались Это в принципе снижение Общее снижение цены на рынке Сейчас средняя цена по России Это в диапазоне от 25 до 35 рублей Поэтому, конечно, наша задача Чтобы вот цена маски Она держалась на уровне 15 рублей Хотя бы в наших аптеках Областного аптечного склада Но все-таки лучше выбирать Многоразовые маски Чтобы вот быть уверенными Что все в порядке Мне кажется, это удобнее Это, во-первых, более, так сказать Экономично То есть ее можно постирать Прогладить И вновь надевать И с моей точки зрения Вот в марлевой маске И в ней дышится легче То есть мы это тоже, так сказать И пробовали И во многих больницах Например, персонал Принципиально перешел на марлевые маски Потому что на самом деле Вот в период особенно летней жары Это гораздо комфортнее И не вызывает раздражения на коже Поэтому шить маску И сегодня, в принципе, во всех интернет-магазинах Многоразовые маски Они тоже есть в продаже Есть они и в наших аптеках Поэтому здесь Может быть, понятно Одноразовая маска Она удобна С точки зрения Где-то вот ее достать И пойти Но и многоразовая маска Она комфортнее Она и безопаснее Потому что вы ее можете Постирать, прогладить И вновь надеть Поэтому здесь, конечно Мы не настаиваем На ношении маски На улице И на открытых пространствах Где риски заражения минимальны Но говорим о том Что это обязательно В общественных местах Где риски заражения Они достаточно велики И ведь сегодня мы на самом деле Видим, как болезнь Как просто рассыпается По Челябинской области Осталось всего 4 Незатронутых муниципалитета Хотя еще неделю назад Их было 17 Где не было заболеваемости Сегодня болезнь И добралась и до Низипетровска И до Уйского Октябрьского района То есть это на самом деле Не какая-то отдаленная реальность Это сегодняшний день И многие люди Которые сегодня получают Положительный тест Не доумевают Где они могли То есть получить Эту инфекцию Потому что С их точки зрения Они ни с кем не контактировали Ни с кем не общались Но это как раз и есть Факт посещения Общественных мест Транспорта Магазинов Где, так сказать Этот вирус Сохраняется И на поверхностях И где-то может быть В близстоящих людях Какой-то путь передачи Поэтому здесь Конечно нужно себя беречь Себя обезопасивать И маска Это в том числе Путь для Защиты человека Ну что ж Спасибо большое вам Что вышли с нами На связь Время беспечности Все-таки Для челябинцев Мне кажется Уже прошло Нужно более серьезно Относиться Ко всем рекомендациям На связи с нашей студией Была первый Заместитель губернатора Челябинской области Ирина Альфредовна Гехт Мы продолжаем Нашу программу И прямо сейчас Поговорим с вами О тех профессиях Которые В общем-то Вот приходится Сейчас выбирать Выпускникам И так Профессия Сотрудника Который подбирает Кадры Менеджеры по персоналу Тренеры и коучи Еще недавно Профессия Менеджер по персоналу Или проще говоря Кадровик Считалась скучной И бесперспективной Сегодня ситуация На рынке труда Изменилась Руководители компаний Понимают Что кадры решают все И от того Как эти кадры Будут подобраны Зависит многое Что должен знать Менеджер по персоналу Менеджер по персоналу Должен знать Трудовое законодательство И кадровое дело Производство Владеть основами Организационной психологии Уметь регулировать Спорные конфликтные ситуации Уметь мотивировать людей Также быть в курсе Положения На региональном рынке труда И в дополнение Поддерживать Корпоративную культуру Предприятия То есть Менеджер по персоналу Должен сочетать Знания коучера Психолога Маркетолога И менеджера По регулированию конфликтов Какие экзамены Сдавать при поступлении При поступлении На специальность Менеджера По подбору персонала Необходимы результаты ЕГЭ По таким предметам Как математика Биология Русский язык Получить данную специальность Можно во многих Вузах страны В том числе В Челябинском Госуниверситете В Педагогическом Университете И конечно же В Юргу Средняя заработная плата Менеджера По персоналу По Челябинску Составляет примерно 30 тысяч рублей Мелкие компании Предлагают платить 20 Крупные До 60 тысяч И даже более Есть компании Которые в зависимости От успешной работы Предприятия Выписывают кадровику Неплохую премию Так как Высокой производительности Есть и его заслуга Каждое утро Стараемся говорить О том Как выживает Наш бизнес Малый и средний И какие В общем-то Перспективы У него В этом режиме Непростом И сейчас Затронем Тему Туристического Бизнеса И у нас На связи С нашей студией Наталья Юшина Руководитель Агентства Коррелл Тревел Доброе утро Доброе утро Павел Вот скажите Пожалуйста Вот сейчас Каким образом Вы могли бы Описать ситуацию На туристическом рынке Ситуация Очень сложная Очень сложная Непонятная Для нас Как будет дальше Но мы Конечно Все оптимисты Надеемся Что все будет хорошо Но вот сейчас Новые туры Не продаются А туры Не продаются Бронирования Остановлены Потому что Планировать Что-то Ну Невозможно То есть Мы Ну как Только Думают Что можно Предложить В случае Открытия Там Границ В ближайшее В ближайшее время Ну то есть Насколько я понимаю Сейчас вот Все туры Которые были Приобретены Ранее Они Просто Ну Либо переносятся Либо Туристам Возвращаются Деньги Возврат Денежных средств Приостановлен В принципе И у туроператоров И авиакомпании Приостановили Ну В силу Как бы Невыполнения Этого действия То есть Сейчас Депозиты В основном Либо Перенос На какие-то даты То есть Есть разные акции У туроператоров Можно там Без изменения Стоимости На любые даты Перенести Свой тур Даже Вплоть до Двадцать первого Года Люди Вообще С пониманием Относятся Вот как Там Общение С клиентом Происходит Первым По первости Очень Паниковали Все Сразу Хотели Идти В суды Сейчас Более Уже Понимают Ситуацию С пониманием Относятся Соглашаются И на переносы И даже На депозиты Сейчас Депозиты В принципе Вот Пару дней Назад Были приняты На законодательном Уровне То есть Ранее Не было Такого Сейчас Уже Все Это Это Как бы Можно Делать А скажите Туристические Компании Получают Сейчас От государства Какие-то Ну вот Выплаты Реально Лето Именно Если Говорить Про турагентство И какие-то Прямые Выплаты Именно Турагентством Нет То есть Есть Общие Меры Поддержки Малого Среднего Предпринимательства Там Это Допустим Один Мрод Для Каждого Сотрудника Либо Индивидуальным Предпринимателям Без сотрудников Тоже Допустим Один Мрод Положен Но по факту Еще пока Никто Не получил То есть Выплаты Обещают После 18 Мая Но Многие Кто из Коллег У меня Подали То есть На эту Субсидию Есть Беспроцентные Кредиты Но Так как Туристические Агентства Я буду Говорить Именно За турагентство Они Мало Сотрудников Допустим Там Три Четыре В основном Мало Кто Воспользовался Этими Беспроцентными Кредитами А те Кто Хотел Воспользоваться Столкнулись С рядом Бюрократических Каких-то Препятств То есть Много Документов Надо было Представить Мало Кто Воспользовался По вашим Оценкам Скажите Много Ли Выживет Туристических Компаний После Этого Кризиса Выживут Ну Половина Выживет Я думаю Много Кто Уже Закрылся Но Те Кто Болен Туризмом Мы Так Говорим Потому Что Мы Все Больны Своей Работой Люди Эмоции Вот И Мы Конечно Уже Много Пережили Много Кризисов Очень Чувствительная Сфера И Мы Все равно Остаемся И по 10 И по 15 Лет И поэтому Я думаю Что Все равно Агентства Останутся И Не Изживут Еще Себя Еще Лет 5 Точно Потому Что Человеческий Фактор Все-таки Играет Большую Роль Когда Энергетически С человеком Общаешься Это Конечно Лучше Чем Онлайн Но Все-таки Ваш Прогноз Когда Возобновятся Внутренние Ну И Когда Возобновятся Зарубежные Авиаперелеты Внутренние Было Запланировано На 1 Июня Но Как Показывает Рост Заболевших Да Статистика Скорее Всего 1 Июня Не Будет Еще Сезон Открыт Это Будет В Оптимистичном Прогнозе Скорее Всего Середина Июня Либо Ну Конец Июль Зарубежные Опять Таки При Оптимистичном Прогнозе Это Середина Июля Август Но По Оптимистичным Прогнозам Это Скорее всего Сентябрь Потому что Непонятно Как Организовать Доставку Туристов До курортов Как Обеспечить Именно Безопасность Чтобы Понятно Да Что Сложно Предсказывать Большое Спасибо Вам За то Что Вышли С нами На связь Наталья Юшина Руководитель Агентства Коррл Тревел Рассказала О том Как Сегодня Выживает Туристический Бизнес Доброго Вам Дня Мы Продолжим Нашу Программу Через Некоторое Время Если Вашем Доме Есть Ребенок Значит Есть И целый Арсенал Канцелярских Принадлежностей Сегодня Мы Расскажем Как Использовать Их Нестандартным Способом Вывести Фломастер С бумаги Можно С помощью Лимона Если Ребенок Сделал Неровный Или Ненужный Штрих Проведите Ватной Ножника Предлагаем Сделать Удобный Держатель Двусторонним Скотчем Обматываем Каждый Фломастер Крепим Отрезок Скотча На стенку Стола Теперь Все Принадлежности Будут Под рукой А теперь Мы Вам Покажем Что Можно С ножницами Делать Вы Знали О том Что Есть Простой Способ Быстро Заточить Ножницы Для Этого Достаточно Всего Лишь Порезать Ими Обычную Фольгу Если Ее Перережут Можно Быстро Научить Ребенка Правильно Держать Ножницы В руке Нужно Нарисовать На ногти Его Большого Пальчика Смайлик И Объяснить Правила Игры Смотри Чтобы Этот Смайлик Всегда Был У тебя Сверху Теперь Ребенок Быстро Справится С задачей И Сможет Аккуратно Работать С ножницами Дима Ты знаешь Как Делать Волшебный Радужный Фломастер То другим Цветом По очереди Нужно Просто Прикоснуться К стержню Одного Маркера Фломастер Других Цветов Каждый Держим По Несколько Секунд Чтобы При Создании Поделок Не Проливался Клей ПВА Пропитайте Им Губку Для Посуды И Положите В Контейнер С крышкой Когда Будет Нужно Просто Дотроньтесь Деталью Которую Необходимо Приклеить До Вот такой Семейный Подряд Очень Милый И Замечательный Ань Давай Посмотрим Еще раз На уровень Самоизоляции Что у нас С ним Происходит По-моему 2,4 2,4 На данный Момент В Челябинске Но Это В общем-то Такая Неплохая Цифра Потому Что Ну Предыдущие Рабочие Дни Она Была Гораздо Более Низкой Ну В общем Это люди Как-то Сегодня Почему-то Начали Более Активно Соблюдать Уровень Самоизоляции Но А у нас Есть Одна Картинка Из Ленинского Района Аня Расскажи Пожалуйста Да Там Как раз Таки Видно Что Режим Самоизоляции Не Соблюдается Вы знаете В Ленинском Районе Города Челябинска Произошла Следующая Ситуация Барышни Две Барышни Решили Устроить Себе Настоящий Пляж Видимо Тот вопрос Который Мы задавали О том Что Собираются Ли люди Отправиться На отдых Девушки Решили Никуда Не ехать И Вот Просто Расстелили Полотенце Или покрывало Мы видим Что две Женщины И рядом Ребенок Что Естественно Заставляет Задуматься Во-первых Это Центр двора Во-вторых Рядом Находится Школа И Многие В комментариях Уже Написали Что Конечно Нельзя таким заниматься Нельзя все-таки Выходить на улицу И Загорать Посреди двора Но Есть и Те люди Которые В поддержку Девушкам Написали Что школы Сейчас не работают И Как-то Все-таки Ситуации Нужно выходить Поддерживать И эмоциональную сторону Что возможно Витамин Д Таким образом Как раз таки И хорошо Получать Я вам хочу сказать Что это Не только Ленинский район Отличился Буквально В эти выходные Коллеги Из Северо-Запада Присылали Фотографии Девушек Которые Внутри Многоквартирных Дворов Вот этих Домов Устраивали Эти пляжи Честно Ну Мне кажется Это немножко Странным Вот Какое-то Очень Такое Сомнительное Это мероприятие Давай посмотрим На то Как голосовали Наши Сегодня Зрители Читатели Во Вконтакте В нашей группе Мы сегодня Спрашивали Готовы ли вы Отправиться На путешествие Сразу Как возобновят Авиасообщения Итак 36% И раньше За границу Никогда Не летали То есть По-прежнему Позиции Остаются На своем месте 33% Поехал бы Но денег Нет 20% Сразу Полечу За границу Как только Выпустят Вот такие Вот варианты Ответов У нас на сегодня Добавились Комментарии Что люди Хотели Еще отправиться На банные К тому Что мы уже Зачитывали С вами Но В данной ситуации Лучше Остаться Дома Сидеть Хорошо Что понимают Наши граждане Что лучше Не отправляться Ну да Мало желающих Все-таки Рискнуть Здоровьем Несмотря на то Что внешне Мы не очень Соблюдаем Вот этот режим Самоизоляции Но тем не менее Все-таки В головах Уже что-то Появляется Итак Хотим напомнить С сегодняшнего дня В Челябинской области Режим Обязательный Масочный Нужно Запастись Либо Многоразовыми Либо Многоразовыми И носить Во всех Общественных Местах Абсолютно точно Не забывайте Пожалуйста Будьте осторожны И к себе И ко всем Окружающим людям Ну и дистанцию Стоит точно так же Выдерживать Мы вас всех благодарим За сегодняшнее утро Всем хорошего дня Кто выходит на работу Всем хорошего рабочего дня Ну а с вами были Павел Михайлов Всего доброго Любим Целуем Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok